Детство под водопадами Детство под водопадами Детство под водопадами Детство под водопадами Однако загрязнение выявили только в Кировском. Напомню, днем ранее коллаборатория нашла в воздухе городка нефтяников опасную концентрацию аммиака. Девятикратное превышение нормы. Всю собранную информацию уже передали в Росприроднадзор. Детский сад с протекающей крышей обследуют специалисты мэрии. В департаменте образования прокомментировали жалобу родителей на ужасные условия, в которых вынуждены заниматься их дети. На видеозаписи, которую выложила в соцсети Амичка, видно, как с потолка девятой группы детсада номер 7 капает вода. А в центре помещения стоят ведра. При этом автор ролика заявляет, что заведующая дошкольным учреждением на проблему никак не реагирует. При этом течет крыша не впервые. Картина повторяется всегда, как только потеплеет, утверждает Амичка. В городском департаменте образования отметили, что сейчас дети в данном помещении не занимаются. Их перевели в другие группы садика. Специалистами департамента образования проведен визуальный осмотр кровли. Обнаружено отслоение примыкания от вентиляционной шахты. В результате этого снег попадает в открытое пространство и тает. Сегодня будет проведена очистка мягкой кровли в месте протекания. Через две недели, которые требуются на просушку помещений, начнется косметический ремонт. Кроме того, учреждение включено в ежегодный план ремонта, который проводится летом. Родители будут проинформированы о предстоящих планах. Жители новостройки, которую сдали всего полгода назад, уже начали жаловаться на коммунальные проблемы. Речь о доме по улице Шаронова. Один из местных жителей обратился в мэрию. Цитата. Дом сдали в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Гарантийный срок от застройщика 5 лет. Известно, что в здании автоматизированный тепловой узел, поставщик ресурса ТЭЦ-3. Мэрия и управляющая компания при обследовании согласились, что все технические параметры в норме. В квартирах жилого дома приборы отопления осуществляют свою работу в полном объеме. Однако в связи с промерзанием оконных проемов и стен происходит утечка тепловой энергии. Решение данного вопроса относится к компетенции застройщика. Сейчас управляющая компания собирает заявления от жильцов, чтобы направить претензии застройщику. Устранить нарушения компанию попросили в Департаменте архитектуры. Отмечу, в микрорайоне Прибрежный строится еще несколько домов. Это 16-этажки, входящие в жилой комплекс «Гармония жизни». Бюджет Томска на 2021 год претерпел первые изменения. Депутаты городского совета на пленарном заседании внесли соответствующие поправки. Доходная часть за счет межбюджетных трансфертов вырастет почти на 400 миллионов. По предварительным подсчетам в 2021 году мэрия Омска сможет заработать для казны почти 20 миллиардов рублей. Показательные окончательные. В течение года параметры могут увеличиться за счет субсидирования. Что касается дополнительных 400 миллионов, их планируют потратить на организацию бесплатного горячего питания для школьников, выплаты педагогам дополнительного образования, а также содержание автомобильных дорог общего пользования и утилизацию стихийных свалок. Только 20 миллионов на то, чтобы несанкционированные свалки в городе Омске, соответственно, можно было и убрать, и землю рекультивировать, навести порядок. Это 20 миллионов. То, что касается остальных денежных средств, часть идет на бесплатное питание детей в образовательных учреждениях, плюс это строительство дорог и некоторые другие статьи. Но там уже по мелочи мы будем утверждать непосредственно в марте месяце. В Горсовете пока не могут определиться, будут ли изменения в составе депутатского корпуса. На данный момент в парламенте числятся 39 народных избранников. Один мандат по 14-му избирательному округу остается вакантным после ухода Александра Мураховского. Он возглавил Омский Минздрав, а согласно правилам Горсовета, нельзя совмещать должность министра и статус депутата. Ранее предполагалось, что искать замену не будут, так как полномочия данного созыва истекают уже в следующем году. Однако, по словам председателя Горсовета Владимира Корбута, если какая-то фракция или партия заявит кандидата, то до выбора придется проводить. Впрочем, время на подачу заявлений ограничено. Окончательный ответ по поводу возможного голосования в избирком Умска должен поступить в апреле. Только прямо в городском департаменте транспорта продолжают обсуждать идею запрета левых поворотов на городских магистралях. По-новому планируют организовать дорожное движение как минимум на восьми перекрестках, в частности, на улицах Герцена и Рабиновича, при движении в обоих направлениях. Проспекте Карла Маркса и улицы Чкаловом, при движении от улицы Думской. Проспекте Мира и Аллеи Сазоновых, при движении от улицы Твардовского и других. Вы можете видеть их на экране. Необходимость таких нововведений специалисты объясняют тем, что на этих участках зачастую из-за поворачивающих налево машин возникают пробки, сдерживающие основной трафик в прямом направлении. Кроме того, левый поворот относится к опасным маневрам и может спровоцировать ДТП. Транспорт, который стоит перед перекрестком в ожидании возможности повернуть налево, для встречного потока ограничивает видимость машин, которые едут в прямом направлении. И это становится причиной дорожно-транспортных происшествий, причем иногда с очень тяжелыми последствиями, с летальным исходом. Таких примеров много было у нас на пересечении улицы Красный Путь и Кемеровская, улица проспект Карла Маркса на площади Серова. Уровень дорожного движения требует реализации каких-то мер по обеспечению либо увеличения пропуска, либо по повышению безопасности. Но не везде стесненные условия, там в плотной городской застройке, допустим, позволяют увеличивать пропускную способность путем строительства дополнительных полос для движения. Специалисты мэрии обещают отмену левых поворотов автомобилистам компенсировать альтернативными путями проезда. Если говорить о перекрестке улицы Герцена и Рабиновича, например, у водителя есть возможность повернуть налево на улицах Яковлева и Октябрьской. Вместе с тем в мэрии напоминают, по опыту прошлых лет, практика запрета левого поворота принесла положительный результат. В частности, меньше аварии и заторов стало на перекрестках улиц Интернациональная Герцена, Красный Путь, Кемеровская, 70 лет Октября, Конева и других. Тест-драйв безбарьерной среды обернулся полным провалом. Активисты общества сильные духом проверили, сможет ли человек в инвалидной коляске попасть в музыкальный театр. Единственная хорошая новость – после эксперимента руководство театра приняло решение об установке специального подъемного устройства. Правда, когда именно в театре появится лифт, не уточняется. Через какие тернии мечам с ограниченными возможностями приходится добираться к культуре и почему доступная, согласно документам, среда на деле непреодолима даже для сильных духом паралимпийцев, узнала Ирина Сорокина. Александр Кузюков за 13 лет объездил почти весь мир, несколько континентов и десятки стран. Соревнования, чемпионаты, тренировочные сборы по паралимпийскому фехтованию. Из-за границы спортсмен привозит не только награды, но и идей, как сделать город доступнее для таких, как он. В Омске Александр возглавляет общественное движение «Сильные духом». На своей странице в соцсетях поддерживает омичей с ограниченными физическими возможностями и пытается привлечь внимание омской общественности к пока не слишком доступной омской среде. Всюду идут изменения, всюду потихонечку как бы меняется. Но сейчас такая стадия, когда мы еще, к сожалению, не пришли даже к необходимому минимуму. Это реально так, потому что у нас еще есть больницы, в которые мы можем не зайти. Например, про театр с нами. Вроде бы снаружи сделали, очень красиво, и все, везде можно зайти. Но внутри еще нету этих лестниц, внутри еще нету нужных пандусов, лифтов. То есть ты заходишь в помещение цивильно, а внутри тебя надо все равно нести на руках. Добраться? Иначе и не скажешь до омской культуры таким, как Александр, непросто. Даже не спортсменам необходимо олимпийское мужество и терпение. Пример – видео, которое другой омич-колясочник выложил после посещения музыкального театра. Единственное, что спасают в таких ситуациях – это отзывчивость омичей, которые готовы прийти на помощь. Впрочем, на фоне других сибирских городов Омск в плане доступности все-таки выигрывает. С Алтайского края в Омск область переехал. И почему меня здесь привлекло? То есть более была вот эта вот вся тематика с доступностью, она более начиналась уже как-то реализовываться на тот момент. Хотя в Арнауле еще этого не было. Самая элементарная доступность, чтобы каждый человек с любым нарушением, с любым заболеванием мог чувствовать себя неограниченным в своих желаниях, пройти погулять, зайти в магазин, сходить в торговый центр. Многие торговые точки, про которые обычно говорят в шаговой доступности, для таких, как ребята из паралимпийской сборной, совсем недоступны. Проблемы везде одни и те же, говорит Александр Кузюков. Как правило, все усовершенствования, призванные облегчить жизнь людям с ограниченными физическими возможностями, делаются для галочки. Вроде пандус есть, однако воспользоваться им не могут даже тренированные спортсмены. Что уж говорить об обычных колясочниках. Во-первых, колеса не встанут так, как надо. То есть заехать сюда нельзя. То есть дойдет два колеса на одну сторону, на вот эту никак. Это будет болтаться в воздухе. Подняться по нему невозможно. Многие инвалиды оказываются запертыми в четырех стенах. В лучшем случае их жизнь ограничивается в пределах микрорайона. Впрочем, изменения все-таки есть. Вот, например, вход в аптеку по адресу проспект Мира, 26. Оборудован электроподъемником. Александр признается, такое оборудование в Омске видит впервые. Правда, сначала нужно вызвать сотрудника аптеки, который и включит лифт. Однако кнопка вызова не работает. Дождаться помощи здесь нам так и не удалось. Следующее крыльцо – обычный пандус, подняться по которому нереально. Однако можно дозвониться до фармацевта. Помочь? Нужно помочь? Да нет, не нужно. Мы все равно у вас по пандусу не поднимемся, не зайдем. Но уже даже то, что вы вышли к нам, это хорошо. Тем, у кого есть собственный автомобиль, повезло. Хотя с парковкой опять начинаются проблемы. Места для инвалидов перед торговыми центрами зачастую заняты. Пару лет назад Александр Кузюков с другими ребятами устроили целую акцию. Разместили рядом со знаком «парковка для инвалидов» вот такие таблички. В последнее время в Омске стали действительно обращать внимание на проблемы инвалидов. Например, автомобили любителей парковаться на спецместах увозят эвакуатором на штрафстоянку. И хотя за последние 10 лет в городе много что изменилось, по словам Александра, дома, конечно, хорошо. Но в гостях пока все равно лучше. Мне хочется, чтобы были приспособлены места, которые являются лицом нашего города. То есть такие места, как театры, еще что-то. Люди, которые приехали в город, идут посмотреть какие-то, может быть. Лично сам видел своими глазами, когда в такие места приходят люди с инвалидностью, и их начинают на руках ворочать на ступеньки. Мне хочется, чтобы у нас как-то стало не так. Чтобы мы действительно развивались, шли в ногу со временем. О повсеместно доступной среде в Омске можно будет говорить еще не скоро, уверен Александр. Только после того, как человек на инвалидной коляске сможет попасть в любой, даже самый маленький магазин. Когда обычный выход за продуктами для таких амичей, как Александр, будет занимать по времени не больше, как и для всех остальных. Омские чиновники и их семьи будут отчитываться об имеющихся биткоинах. В Омской области начал действовать новый указ губернатора. Отныне все госслужащие и их близкие должны будут предоставлять данные о наличии цифровых активов. В отчете следует указать сведения об операторе информационных систем и наименовании актива или права. Напомню, в декабре 2020 года Владимиром Путином был подписан законопроект о цифровых активах. Он послужил основой для разработки указа омского губернатора. Обязаны представлять уведомления о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям, цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте. Закрыть льготную ипотеку, потому что россияне используют возможность в корыстных целях. В Центробанке выразили мнение, что программу жилищного кредитования под 6,5% необходимо постепенно сворачивать, чтобы, цитата, «не приводить к избыточным рискам». Глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова отметила, что льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, так как россияне, у которых есть деньги, пользуются покупкой недвижимости в кредит под низкие ставки вместо депозита. Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки, в том числе с использованием льготной ипотеки, что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения. Эксперты отмечают, на фоне льготной ипотеки и недостаточного предложения жилья стали расти цены на недвижимость в новостройках. Кроме того, наибольшая доля выдачи льготных кредитов приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край. При том, что изначально целью программы было развивать жилищное строительство в других регионах. Именно поэтому в Банке России предлагают продлить программу в отдельно взятых субъектах, где отмечается сложная ситуация на рынке жилья. Плюс 30% в Омске цены на недвижимость выросли в среднем на треть. Об этом заявляют аналитики. Одной из причин эксперты называют введение на территорию региона программы льготной ипотеки. При этом рост стоимости квадратных метров на первичном рынке спровоцировал и подорожание вторичного жилья. Например, стоимость однушек на вторичке с начала 2020 года выросла на 21%. В среднем цена квадратного метра – 57 755 рублей. Кроме того, эксперты отмечают увеличение цен на дачи и частные дома. О том, какие еще факторы повлияли на рост жилья, стоит ли приобретать недвижимость именно сейчас, когда цены рухнут и выгодно ли хранить свои сбережения не в рублях, а в квадратных метрах. Мы поговорили с председателем Совета директоров Омского агентства недвижимости Павлом Кручинским. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. В Омской области появится около 3000 новых рабочих мест. Они будут созданы в рамках антикризисных мер по сокращению роста безработицы. На организацию оплачиваемых общественных работ для граждан, испытывающих проблемы в трудоустройстве в 2021 году, направят порядка 45 миллионов рублей. Об этом рассказала заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская. В рамках пресс-конференции, посвященной текущей ситуации на рынке труда в Томской, Омской областях и Красноярском крае, уже разработан комплексный план по стабилизации рынка труда в регионе. Помимо общественных работ и временной занятости, предусмотрено содействие работодателям, которые готовы предоставить рабочие места, стажировки выпускникам вузов, а также профпереобучения граждан, потерявших работу в период эпидемии COVID-19. Сейчас в Омской области более 50 тысяч официально зарегистрированных безработных. Это на 7 тысяч человек меньше, чем в пиковый период пандемии в сентябре. В планах на 2021 год найти работу для 20 тысяч мячей. Мы планируем задействовать в мероприятиях активной политики занятости около 90 тысяч человек. Это позволит трудоустроить 27 тысяч человек только за счет мероприятий. Официально трудоустроить более 5 тысяч человек, с которыми ранее не были заключены трудовые договоры. Увеличить более чем на 8 тысяч человек численность граждан, перешедших на новый социальный налоговый режим самозанятость. Это все за счет реализации комплекса мер по повышению численности занятого населения. На эти цели из регионального бюджета запланировано 155 миллионов рублей. Это были главные новости на сегодня. В студии работала Диана Камалединова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин